Был еще разговор, так, ну про прыжки для сорока раз я уже сказал. Дело в том, что вот это, для чего здесь фотография? Был еще один звонок, его никак не пришлешь, я его не записывал. Человек сказал, что мне делать, у меня вырастут шелковицы, я хочу их обрезать, я не умею научить их. И тут выясняется, что он ссылается на кого-то, не буду говорить на кого, и говорит, крону, причем это очень уважаемая фамилия, крону надо осветлить. Я ему сказал, придет пора, ну по телефону я сказал, посмотрите на вебинаре, как это выглядит. Вот эта булочная вишня моя, она плодоносит уже несколько лет, так. И причем, чем больше она растет, тем больше она расщепеливается, как бы сказать. Сказать, что она загущена, урожай с нее всегда предельный. Загущения никакого нет. Она как бы, и так я сто раз, я потом буду показывать вам груши. Вот, сейчас, минуточку. А вдруг по теме? Железо на проводе. Здравствуйте. Алло. Да, я вас слушаю. А я вот у вас хотел узнать, а вы саженцами, вы занимаетесь саженцами, да? Так, смотрите, вы задали вопрос, у меня идет вебинар, нас слушает куча людей. Вот, и вы теперь слышите. Так вот, саженцами занимается, это, будем говорить, что вы вовремя позвонили. Саженцами занимается мой сын Сергей и невестка Таня. Значит, они выращивают, они рассылают. Но на этот момент саженцы практически кончились. Уже начинают принимать заказы на осень. Поэтому громко говорю, телефон Татьяны, которая занимается приемом заказов. Вот, а говорю не вам, а тем, кто меня слышит. Сейчас идет вебинар, лекция по интернету. Так, записывайте. 8-913-444-3178. И хорошо, если она примет заказ на осень. Я тут как раз подготовил фотографии на вебинаре. Уже не для вас, не для тех, кто смотрит меня. Как мы с Сергеем режем черенки. Это учебная вебинар. Ну, все, пока извините, дальше говорить не могу. Дальше у меня другая тема. Хорошо. Пока. До свидания. До свидания. Так. Так, так, так. Ага. Значит, смотрите. Это потом я на примере груш. Очень тяжелый будет разговор. Это. За очередь с одним из важнейших. И выдающихся садоводов России. Я вас интрибую. Досмотрите до этого момента. Вот. Растет себе, развивается. Потом урожай. Ее расщеперивают. Другого слова не подберу. Расщеперивают так, что нет необходимо. Я по телефону человеку объяснил. Никакой обрезки не надо. Ну, вот скажите, зачем ему обрезк? Вот это. Это и слово вся вещь. А он спросил про них. Я вам объяснил. Это полукустарник. Вот. Это его форма такая. Его Бог такую форму дал. Ее нельзя трогать. Вот. А потом идет приспособление самой кроны к окружающей обстановке. Она будет зависеть от урожая. Видите, предельный урожай. Вот так ее раздербаним в разные стороны. Все. Пойдем дальше. Это я человек... Я ему посоветовал. И он сказал, да, я буду на вебинаре. Вот это для него фотография. По телефону я ему показать не мог. Вот. Смотрите. Здесь просто, когда я с ним разговаривал, да, я начал с того, что вот это любитель делать искусственный штамп, искусственный, ненужный, вредный, опасный. А человек, это я сделал, знаете как, я фотографирую прямо с экрана. А человек учит нас. Вот они растут, персики. Вот он их привел почкой. Так. Вот. И теперь, когда они подросли, заметьте, он взял и вот так вот тррррррррррм. Поняли. Это называется ошмыгивание. Вот. А зачем ему этот самый штамп, а я хотел перевести разговор на эту самую, на вылочную вишню. Понимаете, потому что для них, тех, кто делает штампы, сейчас миллионы саденцев, которые вам готовят к весенне, это всем делают вот так. Это просто удивительное явление, когда, а вы помните, проходили, в природе существуют штампы короткие, длинные, разные, но они все естественные, если есть. А у примитого саденца, да пусть бы этот персик распластался точно так же, он и должен был вот так вот распластаться. И пол персика под снегом, и никогда не замерзнет. А теперь-то он у него, если замерзнет, замерзнет целиком, пусть аналогия, да, это персик, это волочная вишня, но он расположен вишня, так же, как персиков ни хрена в стране нет, вы это знаете. Вот это я хотел сказать, но если ты выращиваешь персик, и выращиваешь, это крайний юг, но не лезь со своими советами на север-то. Вот эта южная технология нами перенята, один к одному, так же не задумывайся. Я думаю, что персик должен распластаться с пода, яблони до сих пор еще это, в сланцевой пороге выращивают, в средней полосе. Яблони, у которых можно свыкать на 10-20 градусов выше, то есть выше в плане крепче. Видите, что делается? И вот, получается, попалась мне вот эта фотография. С точки зрения вот этих товарищей, вот таких, вот это неправильное дерево. Я взял, привил, так, яблоньку. У меня получилось две ветки. Мне хочется, чтобы вы рассмотрели, это учеба. Мы с вами изучаем скидер. За один год она выросла до высоты 2 метра, так. Еще, кстати, может, еще бы подросла. Вот, и вот вторая ветка, видите, почему она такая? Я привил две почки. Эта почка, мне повезло, была ростовая. Эта почка, ну, назовем ее плодовая. Если бы я по одной почке прививал, сейчас бы было одно дерево такое, да, которое я руками держу. А второе бы, может быть, такое было, или так, как ему сил бы больше было, может быть, еще чуть-чуть выше. Может быть, мне бы вот до локтя так вставало. Но разница огромная, согласитесь? Это я к вопросу, по сколько почек брать. Вот, не каждая почка, это будущее дерево. Теперь, значит, мне еще повезло. Я вам потом покажу еще. Кривые, горбатые. Смотреть жутко, как деревья. Потому что прививка, это почка, это с боковой ветки выпрямленная. И мне просто повезло. Мне далеко не каждый такой удачный. Теперь, что делать? Значит, если верить этому товарищу, товарищу, а оно касается не только персик, персик самый нежный, он, наоборот, не затрогает, чтобы сейчас прошло под снег. Или хотя бы прижималось к земле, где меньше ветра, где солнечные лучи от земли отталкиваются. И вот это вот, я железом всю жизнь начинал проливать при мусовой температуре. Почему? Потому что я потом не успевал просто. И вот, кругом снег. Я еще, ну, бывала уже ямка. Ну, то есть, вот столько снега, я раскопал ямку. Я встал, мерзну даже уши. Я сел, согрелся. Я встал, холодно сел. Дерево, что же самое. А зачем было взять, лишать ему возможности, вот здесь. То есть, я бы взял наоборот. Ветки все, лисы были бы целы. Да, и я не сейчас. А осенью я бы отрезал, ну, минимум половину бы вот этой ветки. Как минимум. Причем, неважно, пересаживал бы я его. С пересадкой больше бы отрезал. А не пересаживал бы все равно. Пусть бы был пышный куст. Я с этим деревом ничего не делал. Ну, почему ничего? Вот смотрите. Здесь у меня... Извините, что так подробно. Когда строился дом, я так понял. А думаю, откуда у меня гравий? Потом сообразил. Тундамент рыли, как это называется? Под пол рыли. Вот. А сюда, здесь как раз такая возвышенность. А это, оказывается, гравит и есть. Чистый гравит. Я, когда сажался, я даже вспоминать не буду. Я всегда отрезаю половину. Как минимум. И вот я половину волочной вишни, непримитой, просто взял. И воткнул в лунку. А лунка вот такая была. Ну, вот такая вот. Я не делал никаких огромных ям. И вот эту лунку, единственное, что он взял со стороны земли и присыпал корни. Все остальное, как был гравит, так и осталось. Вы видите, что прекрасно себя чувствует. Я даже не уверен, что все было хорошо. Я себя завалил бы перед гноем, выдолбил бы огромную яму в этом самом. Ну, все как положено. И, наконец, всему это говорю. У меня саженец был. Я даже не вспоминать не буду. Потому что ни одного в жизни саженца без обрежки я не пересаживал. Это моя религия. При посадке пол кроны долой, как минимум. И тогда получился вот такой пышный куст. Он целиком, практически. Видите, где этот самый? Как он? Где ограда, видите? Она с севера. Согласны? А что же ему рожай-то не давать-то? Здесь берут лучи, и здесь получилась тепловая подушка. Да, волочная вишня – это самая надежная вещь. Но в 1984-1985 год я покупаю дачу. Я уже тогда много видел. У меня друзья имели дачу. Большая часть, 40 градусов мороза длинные были, большая часть в Волочной вишня погибла. И у меня, у меня от предыдущих отдыхов осталось только белый норик и пять в Волочной вишня. Их было пять, попробовать не успел. Три мертвые. А те, что две попробовал, были абсолютно кислые. По принципу, чем кислее, тем выносливее. Вот и всё. А дальше что? Сам догадался, что надо отрезать полкроны. И вот результат. И вот здесь совершенно страшная ошибка, друзья. А ведь он-то научит как? Он десятки, сотни, тысяч людей научил. И все эти люди будут калечить персики в одном случае. Хорошо, вот мне человек позвонил. Да, я сказал, не подходите к дереву, оставьте его в покое. Вот этот момент, так? Ну и здесь, соответственно, я вот это низ не аж выделал. Вот. Дальше что было? Дальше вот где моя рука, если не пересаживал. Я не помню ничего. Это старые фотографии я выкопал из архива. Где моя рука левая, если на месте, вот тут он у меня отрезан. Вот тут. То есть ровно половина. Примерно. А если я ещё и пересаживал его, то тогда я его отрезал, наверное, две трети. У меня получается, ну, какие у меня яблони вы видели. Наверное, как и я, удивлялись, восхищались. Ну, а вторая судьба вот этой веточки. Никогда целиком не отрезают. Никаких ран на кольцо. Я её подрезаю немножко. Вот, если пересадка. Вот. Да и так подрезаю. И она становится, а тут чуть выше полезут, полезут, полезут скелетные ветки. И вот эта веточка, которая всего-то на год старше будущих, она просто станет одной из десятков веток. Совершенно не будет ничем выделяться. И самая главная её задача будет, ну, вы же знаете, мой конёк. Она будет кормить дерево. Да, конкретно корни глюкозы. Вот эта ветка. Вот, руки проще деревьев. Помните, сколько я писал. Идём дальше. Вот это дерево я ещё раз прокомментирую, но уже с другой стороны. То есть, я рассказывал так. У меня соседка. Я менял брать свои деньги, извините, 37 лет знакомства, но это очень старая фотография. Может быть, она сделана лет 20, может, 25. Я не помню. Но как сделана? Значит, я проинструктировал, я отрезал пол. Укроны, этой прекрасной груши. Я ей показал, как садить на холмик. Вот. Дальше мы вместе посадили. И задаром, у неё-то она рассчитывалась со мной. Как же, знаете, всё. Морковка, свекла, морковка, свекла, ещё что-то. Вот. Зато вот сколько она меня бесил и берегла на садоводство. Видите? Вот. А вот моя благодарность. Смотрите. Это груша, а потом начнёт самый важный момент начинается нашего родного рода. Вот. Это груша. У неё получилось так же, вот как там. Но только груша, это всё-таки почка с боковой ветки. И когда её привели, она решила, буду расти так, как будто меня не отрезали. Как будто я одна из сотен. И там десятка. И одна ветка повезла сюда. Другая почка направила ветку сюда. Урожай обеспечен. Железом сказал. Таня. Вот. Подойдёшь секатором, я тебе этим секатором пальцы обрежу. Это моё любимое занятие – пугать людей. Потому что такое желание у неё было. Вот. Если бы в то время я мог бы ещё что сделать? Взять толстую-толстую верёвку. И связать их, чтобы, во-первых, не развалились, не разломалось. И не только поэтому. О том, чтобы всё-таки придать им маленькую вот такую форму более пирамидальную. Почему? С этого начинается важнейший момент. Вот. Вот это я, так как есть гражданка Поливкина, да, вот. Это страшный человек. Третий миллион, она учит убивать деревья, но мы это проходили. Вот. А почему я лишь раз вспомнил? А потому что мой брат, он потом будет делить кусочками этот трёхчасовой вебинар до кусочки. Там на одном будет написано. Вот. Железов советует запомнить гражданке Поливкина. Она должна когда-то остановиться. У неё уже было... Когда я начал с ней воевать, заочно, у неё было 900 тысяч просмотров. Сейчас где-то 2 миллиона 200. Вот. Она написала во мне, что это есть другое мнение, но она всё равно считает, что деревья надо колесить. Вот. Я объясню, почему нельзя, но чуть ниже. Для неё, а значит, что... А вдруг увидят? Чтоб третьего миллиона всё-таки не заполнилось этими. Это просто уникально. Против моих 100 или 500 просмотров, там опять 100 тысяч. А у неё тоже самое обрезка для начинающих. Самое обыкновенное это название. Я вот понять не могу. Я не могу оставить его в покое. Ведь когда-то же ездят же отвечать, там где-то Архангел, кто там главный отвечает за это. Скажут, что натворил это? Какой чёрт в рай? Тебя нельзя пускать. Ты там на земле принесла страшный вред, огромный. Невероятный. Если миллионы людей тебя благодарили за то, что ты научил их деревья калечить, ты же не Россия, а пустыня из-за таких, как ты. А ты ещё и лидер. Вот. Ну, я и написал. Для Поливкиной учиться будем. Вы пойдёте к слесарю лечить зубы. У слесаря есть, по-моему, сферва есть, есть. Дрель есть, есть. Цемент у него есть. Ну, зайди к соседу. Скажем, инструмент далеко в гараже. Почему гараж зубни запломбирует? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok